Телеканал КРТ представляет Телеканал КРТ Но она не настолько бесчеловечная Так вот ребята, в рамках социальной политики То, как не мы понимаем, что никаких должности Ни продаваться не могут Мы тупо освоим эти компании Тот, ставку смотри, а миллиард дадут? Кто? Байден заявил Царицей доказательств есть чистосердечное признание Типпусты, тебя холит Что объединяет эту новость? с новостью о Клитиной. У них к штанях что-то есть. Честно, я с ней фотографировался. Клитина уже не советник нашего Укркосмиса. Я створю свою партию. У еб***цуте. Я думаю, это что-то на древнем таджикском. Доброе, доброе субботнее утро нашим зрителям. В эфире ваша любимая передача выходного дня. Три кандидата. И сегодня у нас в гостях большой друг нашего эфира. Ведущий. Артем Никифоров. Молодой, но опытный. Артем Никифоров. Добрый день. Здравствуйте всем. Артем, вы к нам с чем сегодня? С добром, с лаской, с нежностью, с хорошим настроением. Прекрасно. Все, чего сейчас нашей любимой стране не хватает, все вам принес. Но если можно, я в конце вам подарок вручу. У вас же традиция в подарке. Этот прием называется рояль в кустах. Она потом выкатывается. Просто для того, чтобы зрители не выключили программу сразу после подарка, давайте мы это оставим в кустах. Интриза сохранять. Да. Ну а так как неделя была насыщенная, наверное, сложно, сложно ранжировать эти все новости. Такая же бодрая, как наше утро селькофина. Да, кстати, наш кофейный спонсор. Наверное, все-таки самая такая остросюжетная новость этой недели, это новость про Клитину. Все, кто из зрителей еще не знаком, что это за скажем так, талантливый человек, потому что это был и бывший, и точнее замминистр инфраструктуры, потом человек был советником главы космического агентства, а теперь решил, что надо лететь в политику. Вот. И героиня секс-скандала Клитина возмутилась, что коррупция в Украине занимается в основном мужчины. И сейчас мы покажем кусочек видео нашим зрителям, как это все было. Украинцы, хочу вернуться к вас. Я решила бороться за правду самотужки, потому что на этих идиотов в Уштанях точно надеи нет. Я створю свою партию «Украина против коррупции», чтобы разобраться нарешті с этими політичными проститутами. Вони думают, что если у них в Уштанях что-то есть, то это достаточно для успеха и можно ображать женщин. Друзья, смотрите, что я вам хочу сказать. Вот вы сейчас показали фрагмент этого видеоролика, а я посмотрел, имел возможность посмотреть этот видеоролик полностью. Мне он очень понравился. Правда, я посмотрел его без звука. Но при этом впечатление крайне положительное. Вообще, ничто, кроме как сожаления, не возникает в связи с тем, что Клитина уже не советник нашего Укркосмоса. Клитина рассказала, как проходило собеседование у Зеленского. И что Богдан ее сравнил с проводницей. Кстати, поделилась она этим в эфире телеканала Наш. Прям Верка Сердючка. А вот если Сердючки проткнуть, она точно улетит. Так, Клитина сказала, что проходило собеседование у Владимира Зеленского. В его кабинете был еще там Андрей Богдан. Богдан спрашивал, а где вы ее взяли? К проводницей неужели работала? Клитина выслушала. После чего предложила, что ее кандидатуру надо поддержать и посотрудничать. То есть она еще какой-то кастинг проходила. Слушай, а почему проводница? Может, она стюардесса? Знаешь, типа показывает там, типа, туда, сюда. Во-первых, смотрите, сравниванием со стюардессами и проводницами я предлагаю не обижать стюардессы и проводниц сравниваниями с собеседами в офисе президента. Во-вторых, давайте согласимся, что зная, ну не буду говорить слово похотливость, но определенные нравственные порывы господина Богдана, вы не заметили, что как звезда Клитиной в госсекторе стала угасать с уходом, отходом Богдана от дел. Мы ни на что намекать не будем. Но, кстати, вот еще по Клитине, я вам хочу сказать, она записала это видео сиськами. Ей ни в коем случае нельзя на этом останавливаться, как говорится, давать заднюю, ей нужно продолжать, ну как бы усиливать эту позицию. И если она вот не будет держать этот градус и этот темп, то власть может у нее просто, что называется, ускользнуть из рук и, ну вот, наглотаться властью она не сможет. Я думаю, ей надо просто усилить партию Лешка. Это будет сильное мужское и женское начало. А, секунду, я вам напомню, что вот Чичелина... Какого Лешка? Чичелина, порно-звезда из Италии, которая была депутатом итальянского парламента с 87-го года. Угадайте, от какой партии она прошла в парламенте Италии? От радикальной партии. Ее избрали 20 тысяч избирателей в городе Риме. Ребят, значит, ну, смотрите, вы уже уличили меня в подготовке к вашему эфиру. Я человек ответственный. На права статистов мы сегодня прошли. Мы хотели подготовить какую-то смешную новость. Давай через одну. Давай я же зачитаю. Нет, нет, так, я ваше задание не выполнил. Я подготовил парную новость. Да, парную новость, которая вообще объяснит, что происходит с Клитиной. Да, вот говорят, что это за хайп. Это просто обесценивает значимость политики. Кто-то говорит, ну, наоборот, нужно вот побольше такого. Так вот, ребят, новость с видеороликом Клитиной объясняет вот на 100% другая новость, тоже случившаяся в Украине, в Днепропетровской области. Внимание. В селе Калиновка Царычанского района Днепропетровской области корова по кличке Лютая провалилась в колодец глубиной 2,5 метра. Ее вытаскивали из колодца всем селом, привлекли для этого сотрудников службы чрезвычайных ситуаций. И, в конце концов, обмотали ее веревками, не лифчиками, и эту корову вытащили. Ребят, что объединяет эту новость с новостью о Клитиной? Что они обе лютые? Нет. Что даже после того, как корова провалилась в колодец глубиной 2,5 метра, ей хватило ума не заявлять о создании своей политической партии. Поэтому, ну, может быть, в некой мере это объясняет происходящие процессы. Ох уж этот Артем! Я думала, что просто вымя прикрыла корова, когда ее вытаскивали. Не в кадре было, не в кадре, да? Саш, ну, срываешь с уст. Дело в том, что как раз вымя коровы было не видно, и это во многом, может быть, объясняет, что корова в какой-то момент осознала, что ее шансы на фоне других персонажей просто ничтожны. Ну вот. Так, к более трагичным новостям. Пожалуйста. На этой неделе произошел долгожданный, а для кого-то и недолгожданный суд по избранию меры пресечения пятого президента Украины. Итак, на суде озвучили фабулу обвинения против Петра Порошенко по делу Семочка. Кто такой Семочка, это не столь важно. Но и вот по фабуле Порошенко назначил не совсем по процедуре. За что, собственно, прокуратура требовала его не взятия ни под арест, ни под залог, а под личные обязательства и всего лишь аж на 9 дней. Не кажется ли вам, что этот мексиканский сериал, я бы уже назвал, это даже похлеще сериал Осклитиной? Потому что он, как это, многосерийный и бесконечный. Нет, не кажется. Сейчас объясню, почему. Почему именно 9 дней, не 40, не сколько? Кстати, давайте кусочек видео нам сейчас покажут режиссера туда, чтобы мы посмотрели, как выглядел Петр Алексеевич. Собственно, в заседании. Тут пустой тебе в туалет. Повинно быстро. Камил прокурором пришел в своей фирменной маске без аллона. Ребят, ну, во-первых, хочу сказать, что Петр Алексеевич похудел. И тут ему стоит отдать должное. Ситуация нервная. Да, да, да. Если окажется каким-то образом, что это связано с его судебным процессом, то, понятное дело, что его адвокаты будут это трактовать как определенный элемент пыток. Но мы-то знаем, чего стоят все эти мероприятия. Поэтому тут он должен быть безгранично благодарен. Вообще, смотрите, я вам хочу сказать, что никто Петру Алексеевичу, вот говорят, сядет ли Порошенко. Ребят, не сядет. Никто ему такой подарок делать не будет. И более того, то, что вот там на ходу в попыхах во время пробежки к суду прокуроры поменяли ходатайство без брания меры пресечения. Это что там было, да? Содержание под стражей, да, на личные обязательства как раз свидетельствует о том, что в какой-то момент Венедиктова поняла вообще, что она творит. Что творит государственное обвинение. Какое они преимущество дают Петру Алексеевичу. Потому что, во-первых, посидеть в тюрьме, ну, это... Особенно вас ремонтировать. Да, это со времен диссидентов, ребят, со времен диссидентов, это, ну, кто-то еще скажет, да, со времен там революционного движения в Русской империи, да, это вот признание успеха. У Петра Алексеевича, посмотри, у него было все, да, власть была, деньги были, посадки не было, не сидел. Кстати, ты же адвокат, к тебе не обращались? Или ты очень дорогой адвокат? Я надеюсь, я скоро стану адвокатом. Не знаю, буду хорошим ли, но дорогим так точно. Но вот посмотрим, как это будет развиваться. Тогда у тебя прожанка не обратится, потому что у него бюджет такой очень узкий. Ну, Петру Алексеевичу сделаем какую-то скидку, ну, там, в виде наценки в 100%. Ты напишешь у себя на этих, на визиточках, долго, дорого, офигенно, напишешь? Обязательно. Ну, во-первых, понимаешь, я не хочу защищать, вот, там, политиков, бизнесменов. Я хочу защищать, там, проституток, наркодилеров. Так у них денег нет. Ну, знаешь, как у меня есть очень хороший знакомый адвокат, он всегда говорит так, что, говорит, мы никогда не представляем потерпевших. Я говорю, почему? Потому что, говорит, потерпевшие к нам не приходят. К нам приходит другая категория дел. Да, поэтому Петру Алексеевичу никто дарить это не будет. Все оно будет в таком велотекущем режиме. В итоге никто не сядет, поменяется 10 президентов. И все мы будем вспоминать это как прекрасно потрясающую 10 президентов поменяется, а дело будет все тянуться? Ты думаешь, вот так до... Ну, как, ну, если не продадут, то, конечно, будете... Вот смотрите, ребят, Венедиктова вышла и сказала, мы закрыли три дела. Ну, глупенькое. Ну, зачем такое дело? 24 уже открыто. Нет, ну, просто вот по моей информации, да, вот я там в разных кругах общаюсь с умными, да, с умными людьми, то они говорят, что за эти дела не платили. И поэтому с прокуроров смеются. Вот как говорил Петр Алексеевич, куры смеются. А кто нам платить в эту ситуацию, не могу понять, Парашенко или прокуроры? Не, ну... Или все? Ну, по логике Петр Алексеевич должен заплатить за то, чтобы интенсифицирован был этот процесс. Ребят, вот наглядный вопрос вам и вашим зрителям. Если есть уголовное дело, как часто у нас проводятся обыски? Как захочет следователь. А он, как правило, что? Хочет. Правильно. Можно вам вопрос? Сколько Петру Алексеевичу делал? 24. 24. Сколько обысков у него было дома? Так у него ничего нет дома. Ну, что было бы каждый день, да, ноль. Ноль, ноль. Сколько у него там, может, машину арестовали или как? Собаку? Не знаю. Парашенко уже ходили с обыском журналистов, смотрели на его фрески в его личных храмах. Все, что дома у него, известно журналистам. Зачем эти с обыском следователям? Ну, мы понимаем, что картину он, конечно, вывез для того, чтобы этот обыск у него дома не провели. Но, ребят, когда мы знаем, как хотят вжарить... Вот Виктор Федорович, вот он понимал, что его хотят вжарить. Он аккуратненько и предусмотрительно взял и уехал. А Ющенко и Порошенко, у Ющенко вы не забыли? У него Педозра. Народное искусство. Да-да-да. На Юне прошлого года Педозра, кстати, что там за сухолучи или что? Они сидят в Украине и прекрасно себя чувствуют. Ладно. Добавлю. Что с тобой взял Порошенко на суд? Порошенко явился на заседание суда с книгой, и не просто с книгой, а, по сути, с недекоммунизированной книгой, судебной речи и статьи советских обвинителей Вышинского. И начал цитировать Вышинского. То есть, я опять-таки перепутался с прокурором. Заявив, что царицей доказательств есть чистосердечное признание. Но признание от него так на суде мы вчера и не услышали. То есть, тебе не кажется, что Порошенко еще в наступление переходит? Цитирует не тех людей. Вообще, я вам объясню, что все, что говорит человек, в суде, по идее, должно быть направлено на его защиту. Поэтому в этом плане Петру Алексеевичу надо цитировать ни Вышинского, ни кого-то, а Байдена, как своего верного товарища и сателлита. И цитирование его... Младшего партнера. Да. Ну... По деньгам, да. По деньгам уж так точно. Да, это такое, знаете, менеджер среднего звена завода в Голопупинске. То это бы возмело какой-то эффект. А прокуроры, я не знаю, как там судьи, но прокуроры, которые, как правило, учебник по правоведению, не всегда у них имеют возможность дочитать. То, ну, ребят, ну, вряд ли речи там Вышинской, да, плевака, еще не дай Господь, возымеют на них какое-то отношение. Ребят, я вот, я дико извиняюсь, вы, вот вы обсуждаете, да, новости, которые случились за неделю, да? Вы обсуждали уже новости с этим, с Галей Третьяковой, с ее заявлением? Я здесь, я здесь, я здесь обратил ГБТ-флагом, да? Супер, да, супер, супер, да, да, да. Кирилл с целым планшетом и ухом сидит. Мне даже еще надо диктовывать ответы, кстати. Да, да, да. Так вот. Ой, «Слуги народу» новый скандал с Третьяковой, да, все верно. Вот, как бы не успел отшуметь скандал с корабельными соснами, как появился скандал с Третьяковой, да. Так вот, которая, я уже не буду все это цитировать. Кстати, картину Крюковой видели, это прекрасные сосны. Все эти ужасные ее слова. Но. Надо глянуть. Но Третьякова начала ссылаться на несуществующие опыты в Сингапуре и в Британии, что, дескать, там тоже стерилизуют детей, которые некачественные. Как она качество будет определять, непонятно. Методика. То есть в Германии там форму черепа мерили. Механизм Третьякова неизвестен. Но вообще, честно говоря... Ну, с недавних пор у Германии эта практика ушла в прошлое. Да, да, да. А Третьякова решила, что эту практику надо воплотить в жизнь. Вот. А президент с Айкосами? Зацитирую Третьякову. Третьякова говорит, хочу сказать, что очень часто Ли Куан Ю, это там в Сингапуре был такой премьер-министр, вспоминают, что он там развил страну. Но ведь Ли Куан Ю стерилизовал женщин, у которых не было высшего образования. Очень жесткие методы, даже садистские, внедрялись в этой нации для того, чтобы защитить ее и сохранить ее, собственно, от безграмотности. Слушай, самое интересное, секундочку, она же еще много разных заявлений делала. Первое там, что ее назвали торпедой, да, что она может теперь обвалить рейтинг «Слуги народа» перед выборами. То есть, если вдруг упадет рейтинг, мы знаем, кто виноват. Мы знаем, как падал этот рейтинг. Даже можно бы такой лозунг возникать. «Весна придет, стрелизовать будем». Самое интересное, она же сказала, что против нее идет информационная атака и даже буллинг, понимаешь? Конечно, конечно. Вы чувствуете буллинг, травлю? Я чувствую, я чувствую. Ребят, я вам так скажу. Вообще, вот вы тут все навалились всем миром на Галю. Мы, да. Ты нет, ты в стороне. Нет, нет. А я хочу выступить полностью в ее поддержку, поддержать ее и сказать, что она все сказала правильно. Вот мы же прицепились к этим ее словам, да, о некачественных детях и стерилизации, да. Так вот, она же, ну, ребят, ну, она же права. Вот когда смотришь на рожи некоторых наших министров и политиков, то начинаешь понимать, что идея о стерилизации, ну, она уже не настолько и бесчеловечна. И поэтому, может быть, иногда ее очень даже стоит применить к отдельным категориям лиц. Так ты еще так правожадинная смотришь. Конечно. Минуточку. Тогда надо было, чтобы их стерилизовало ЦВК до того, как они мандаты получили. Потому что сейчас уже бесполезно. Ну, я думаю, что ЦВК, в принципе, их нормально обелечивает и лишает ряда возможностей на этапе входа в это мероприятие. Но как инициатива очень правильная. Ребят, вот скажите, вы знаете, что такое убасуте? Ну, жги, давай уже. Ты же готовился. Ну, что такое убасуте, Кирилл? Я думаю, это что-то на древнем таджикском. Почти. Значит, убасуте – это обычай, который возник. В 18 веке в Японии, который заключался в том, что стариков и больных, бедняки, выводили в лес или в горы и там оставляли умирать. Ну, это как в спарте в древнем. Так вот, ребят, в рамках социальной политики и того, что предлагает наш комитет по социальной политике в Верховной Раде, мне кажется, что идея убасуте не должна быть чуждой. А знаешь, я тебе скажу больше, у нас она слабо реализуема. Знаешь почему? Чтобы вывезти в лес, нужен лес. А у нас нет леса, понимаете? Лес кругляк уже уехал в Европу. А чтобы вывезти в горы, то в крымские горы мы тоже вывезти не можем. Остаются Карпаты. Так вот, ребят, я вам скажу, что убасуте мы в полной мере копировать, конечно, не должны. Это нарушение какой-то исторических авторских прав. Нужно вот как-то это актуализировать. И, например, назвать эту новую социальную политику не убасуте, а уебасуте. Да? Уебасуте новый социальный курс от Галии Третьяковой. Это абсолютно бесплатная подсказка. Пожалуйста, используйте без проблем. Ну, тогда Третьякова-Никифорова. Тогда, ну, что ты уже подмазывайся. Пусть уже идет в массы. Ну, что ж ты так себя в истории-то не хочешь? Смотри, смотри, смотри. Вот я, когда пытаюсь сказать абсолютно тупорылые вещи, у меня это иногда тоже очень хорошо получается. Да, но поскольку это не находит такого отклика, как у Галии и у прочих ее сателлитов, то тут мне, конечно, еще растереть. Слушай, а конфузы в эфире были, что ты там иногда мог ляпнуть? Было так, что перепутал имена, фамилии, сказал что-нибудь? Зеленский с Порошенко там перепутал. Ребят, каюсь не было. Не было, не было. Что такое? Хатумишься к эфирам? Слушайте, ну, там, например, Олег Устенко и Алексей Устенко, да, это отец и сын. Ну, понимаете, это ни о чем. Дюма старший, сын, отец, да. А Таня Черновол и Тараса Черновола. Зарян и Шкиряк там, например, да. Не, ребят, такого не было, могу заматериться перед эфиром. Ты вот смеешься, а вот Герасченко, помнишь, когда Ирину назначали? Хотели же Антона, а назначили Ирину. Ну, вот одна ошибочка в документе, а какая судьба, понимаешь? Я тебе так скажу, что их можно было перепутывать до того, как Ирочка Герасченко прокатилась на коленках на сцене во время дебатов президентских. Может, она внутри актриса или певица? Может, это, знаешь, мечта с детства вот на сцене прокатиться на коленках? Ну, слушай, все мы немножко чечелины, поэтому... Во-первых, они это репетировали, во-вторых, это было год назад, потому что все забыли. И самое, кстати, интересное, тут для тебя я нашел новость, как для будущего адвоката. В Киеве задержали мошенника, который продавал должности в НБУ по 25 тысяч долларов. То есть, как ты говоришь, обелечивом. Есть даже фото, сейчас нам тут покажут. Вот, знаешь, вот есть ценные бумаги именные, а есть на предъявителя. Он это продавал конкретно кому-то или как такую ценную бумагу, которую можно было предъявить? Подозреваемый, директор частного общества, но раньше имел отношение к банковской сфере. Обещал кандидату свое содействие, ссылаясь на свои связи, проведение следственных действий и ля-ля-ля-ля. В общем, должность. Задержали чека при даче аванса в 15 тысяч долларов. То есть, вы же помним, как год назад товарища Фримчака, который вышел за арбузом, взяли с какими-то календариками в виде долларов. Ну, не его, там, какой-то помощник. Я не знаю, что это какая-то отработанная схема. Ребят, ну... Вышел с ключ этой сумкой, потому что он из США нашел. Провокация взяткой. Ну, я вам, понятное дело, что это все неправда и ложь, потому что, кто как не мы понимает, что никакие должности в нашей стране не продавались, не продаются и продаваться не могут. Да. А с другой стороны, я вам скажу, что указывает на полный фейк этой новости. Сумма. Ну, в Национальном банке Украины, ребят, ну, меньше, чем за 100 тысяч никто с вами серьезно разговаривает. То есть, ты считаешь, что Смолия написал заявление за какое-то более крупное. Слушай, я тебе по поводу Смолия скажу следующее. Он же что сказал? Что я ухожу из-за политического давления, да? Вот, ребят, я... То есть, мы же не той суммой давили, а большей суммой давить. Ребят, он должен был так сказать. Я ухожу из-за давления, и все, нормально. Все поверили. Гипертония. Я вам объясню, вот, чтобы вы просто понимали по Смолию. Вот я на заре своей юридической практики очень плотно занимался бракоразводными процессами. Ты, Гриш, вот эти 40 лет ими занимаешься. Ну, с 2011 года, 9 лет уже. Ты хорошо сохранился. Это свой опыт, да? Это все, это еще к Литине не добралось. Так вот, когда идет бракоразводный процесс, очень часто приходят, тут без сексизма, ну, как правило, жены. Они приходят в суд и начинают говорить там, вот вы разводитесь, муж с вами разводится. И она вся, он меня, он меня бил, он на меня давил, он меня того лишал, он меня... Говорят, хорошо, а вот где вот, вот вы написали здесь, он вас бил, а где подтверждение? Ну, подтверждения не было. А вот давление, а вот давление. Нет, так это к тому, что Смолью, вот это его заявление о политическом давлении, ну, это для лохов. Я извиняюсь. Или, пожалуйста, скажите, кто, где, когда... Знаете, как тоже говорят, меня заставили, когда, это из адвокатской, кстати, сферы, говорят, если вы говорите фразу «меня заставили», показывай побои. Потому что если побоев нет, то говорить «меня заставили», ты права не имеешь. А психологически насиловали, так и какие нужны нас? Изнасилование мозга, как тебе вот экспертизу показать? Вот если такая ситуация произошла... Да, ну, смотрите, поскольку вы заговорили про изнасилование, пока что только мозга, да, я не могу не вспомнить еще одну крайне интересную новость. Вот вы же слышали недавно, да, на родину мать повесили или там закрепили этот флаг ЛГБТ. Да, мы это категорически осуждаем. И я вам хочу сказать, что абсолютно несправедливо, несправедливо эту новость как-то возвели вот в рамки главной новости, вот там, как это, Киев Прайда, да? Да-да-да. Киев Прайда 2020. А ведь главным-то ньюсмейкером Киев Прайда был не флаг на родине мать. Главным-то ньюсмейкером была Юлия Тимошенко, которая что сделала? Правильно, поддержала выдвижение Олега Ляшко кандидатом в народные депутаты Украины. А и... И Виктор Ляшков президент Украины. Да, не, ну, я не знаю, имела ли ЛГБТ Юлия Тимошенко к этому отношение, но вообще я вам хочу сказать, вот, а вы же читали, да, вот эти комментарии, как-то, типичный Киев, да, я зашел на Фейсбуке, и там они вывесили вот этот флаг ЛГБТ возле родины мать, и вот там вот куча комментариев, и комментаев, вот это пидорастия, уберите там туда-сюда. Я вам честно хочу сказать, я абсолютно не понимаю вот этого всего негатива, точнее, наоборот, я понимаю, почему с таким негативом отнеслись к этому событию. Ребята, знаете, почему? Ну? Вот берем наших политиков, да, вот они на второй день после выборов, после того, как устанавливают результаты, да, но трахают нас во все щели с трибуны Верховной Рады, в эфирах телеканалов. Понятное дело, что это, ну, как бы, если вы этого не хотите, оно у вас вызывает, да, какое-то сопротивление. Поэтому понятное дело, что если уж и кого-то ненавидеть и направлять свой негатив, то гораздо безопаснее ненавидеть тех педерастов, вступление в половой акт с которыми зависит от нашего желания или нежелания. Вы, Клидина, проститута. Да, потому что, ну, то, что делают эти ребята в эфирах телеканала Вестрибуны Верховной Рады, ну, согласитесь, это, во-первых, в одностороннем порядке, вы не можете выбирать свою роль. А как вот, слушай, а как вот людям снять побои в таком случае? Вот когда массово насилуют, что делать? Так вот, это возвращаясь к вопросу о психологическом насилии. Я, вот, я не знаю. Надо придумать процедуру. Вот я не знаю, как он, понимаешь, вот я, вот смотрю, ребят, ну, мне аж породу, я вообще не смотрю телевизор. Ну, вот я стою в студии, да, идет трансляция Верховной Рады, вот вы там в гостях бываете, да, и мы с вами, да, и мы смотрим. Ну, честно, вот выключается трансляция, и я вот понимаю, что ощущение, ну, по идее, вот такое, как будто тебя только что, ну, вот, несколько раз. Ну, как это вот доказать, ну, как это, ну, я не понимаю. Добрая новость, чтобы ты успокоился. Давай. В Киеве на станции метро Днепр поселят огромную медузу. О, какая. Да, чтобы можно было смыть с себя все. Так вот, вот она, кстати, даже у нас есть на картинке, какая прикольная медуза, практически горгона. Вот, это является частью проекта «Среда обитания», манифест 2020 Всемирного фонда природы Украины. Так вот, эта скульптура будет заставлять осмыслить проблематику загрязнения водоемов и провоцировать, подумать о том, что остается после нас для следующих поколений. Вот, видишь, метро... Ну, если это заставит нас не писать в Днепр при купании, то я за. А ты, когда купаешься... Я не купаюсь в Днепре. Александр, медузы у нас пока нет, за нас есть Алексей. Алексей доплыл нам. Футболки медузы, привет. Папа, медуза, мама, медуза, ребенок, медузенок. Алексей доплыл вместо медузы. Леша, где ты был? Да. Плавал в Днепре? Да. Как планирую с гидропанка, да? Нашу программу. Ну, молодец. Такие пробки, что только что... Отправлял первые чартеры в Турцию и в Египет. Кстати, ребят, не собираетесь? А ты уже пикнул билеты? А у меня есть новость. Ну, там какие-то страховки дополнительные. А у меня есть это новость, Артем. Крик Ли, тот, на которого жалуется Клитина постоянно. Который министр сексист, как она говорит. Озвучил, что пять стран открыли границы для Украины. На некоторых сайтах было написано пять европейских стран. Но это не совсем правда. Потому что это Египет, это Турция, это... Кирилл, а Египет не европейская страна? Ну, я как-то не знаю. Александрия очень европейская. Надо у Наполеона спросить, который завоевал Александрию. Турция, Египет, Албания, Хорватия, Черногория. И, кстати, ну, ни одна из них не является страной Евросоюза. В остальные нас просто не пустят. Ребят, ну, смотрите, можем сколько угодно вообще смеяться с того, какие там страны открывают границы, не открывают. Но я вам признаюсь. Секрет. Нет, нет. Я знаю, как сделать так, чтобы пандемия вообще ушла из Украины. Перестать делать тесты. Ну, это слишком очевидно. Это слишком очевидно. Давай, давай. Ребят, вот смотрите, у нас сколько выделили на борьбу с коронавирусом? 65 миллиардов. Знаете, что нужно сделать? Нужно сделать так, чтобы эти деньги закончились. Как только они закончатся, поверьте, никто и дергаться не будет, чтобы там говорить, что там мы будем брать. Обратите внимание, обратите внимание, вот как сделали эти глупые русские, да? Вот они побороли пандемию голосованием за поправки Конституции, да? Ну, согласитесь, но это все равно расходную часть реально раздувает, да? Вам, ну, все равно как-то надо потратить. А мы тупо освоим эти бабки, и поверьте, никто уже не будет заинтересован ни тесты делать, ни пациент. Слушайте, а если вы пациент, если вы кашляете, да? Вам говорят, ну, все, денег на вас нет. Ну, я лучше покашляю у себя дома там. Мне кажется, опасно такие вещи говорить вслух, потому что министру финансов они могут понравиться. Ну, не исключено, не, понимаешь, просто они на что надеются? Они надеются на то, что они сейчас освоят 65 миллиардов, а потом им выделят еще. Да, а тут как бы при понимании того... Ну, подождите, за отставку с маля миллиард дадут? Кто? Кому? Пойдем поищем по миру. Не, а смотри, как у нас предпочитает такой мальчик сидит, понимаешь, он уже схемы продумал. Смотри, нет, у меня просто есть государственное мышление. Мне кажется, что у тебя просто есть мышление, и это уже опасно. Смотри, а можно вообще огласить весь бюджет коронавирусным? Весь. Весь. Абсолютно бесполезно. Тогда ты изымаешь из этого процесса Министерство здравоохранения. Они уже неинтересно? Они в состоянии борьбы с какими-то эпидемиями пребывают 30 лет. Ну и посмотри, и что? Ну, во-первых, если ты посмотришь на Степанова, ты поймешь, что без бюджета, с его стороны, заинтересованностью заниматься чем-либо не будет никакой. Придется супрун возвращать. Хорошо, а у супрун какая была вот, по-твоему, без бюджета заинтересованность или бюджет был заинтересованность? Ну, смотри, я вообще, вот сложно, ребят, смотрите, сложно анализировать способ мышления сумасшедших теток. Поэтому, ну вот, что там у кого в голове... Нет, секунду, смотри, мы новостью про корову мы очень много объяснили. Ну, да, да, да. Поэтому тут извини. А ты слушал программу, пока ехал? Плыл, точнее. Так, в Чехии, кстати, поступили почти по твоему совету. Они решили распрощаться с коронавирусом и устроили застолье на Карловом мосту в Праге, столице. В Чехии собрались, уселись в банкет. Их все заразились. Банкет, ни масочек ни у кого, ни перчаток. Главное, все со своей пришли. Ни разовой посуды на столах. А зачем? Ничего нету. Все свое. А Виктор Ляшков бы их уже наказал. Как можно заразиться, если ты пришел со своей посудой? Ты не берешь ничего чужого. Тебя никто не обслуживает. А может, вы все заражены? Сам пришел, сам обслужил. Они уже просто, ну, как бы... Просто сразу. Ребят, я вам вообще хочу сказать, что, ну, я не знаю, как там в Чехии, но у нас вот этот запрет ночных клубов... Кстати, вы вообще как относитесь к тому, что... После 22? Да, 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 запрещают ночные клубы, чтобы коронавируса не было. Нет, просто 22.01 начинает просто вирус прям разрывать всех. Ну, я не знаю, может, там еще от герпеса и от половых заболеваний это действительно хотя бы как-то нас защитит. Но как-то по-другому, но даже не знаю. Ты считаешь, что после 22 уже как бы там не происходит? Нет, коронавирус, ковид засыпает. Я вот не ходил в клубы, я теперь понимаю, знаешь, когда их закрывают, я теперь понимаю, что я хочу туда реально сходить. Так всегда бывает. Но как-то не знаю, ну, там же социальную дистанцию надо придерживаться. А что, ты выпал уже из того возраста, когда по клубам ходишь? Не ходишь? Слушай, вообще в клубы не ходил. Нет, надо сказать так, у меня утром эфир, я просто не могу. Смотри, я вообще считаю, что молодой человек, который идет в клуб, не имея возможности на утро девушку за кран-паспортом вывезти в ту страну, ради чего она, собственно говоря, и пришла в этот клуб, смысла никакого нет. Так это в Турцию или в Египет? Вот вариантов немного осталось. Что, ты не можешь себе позволить Турцию или Египет? Ну, ты же вроде этот, предприимчивый, молодой человек. Ребят, сейчас, вы цены на чартеры вообще видели? Ну, как бы, я извиняюсь. На чартеры? Ну, конечно. Ну, так то, что летает сейчас Турцию и Египет, это все чартеры, это нерегулярный рейс. Ну, ладно, там отложишь пару зарплат. Ну, ладно. У тебя есть парковочный талон? Ради одной похода в клуб. Парковочный талон есть? Ну, талон есть, парковочный талон нету, да. В Киеве для любителей штрафов. Да. В центре появились необычные парковочные места. Сейчас мы вам их покажем. Там прямо написано, место для любителей штрафов. У меня не до... Ребят, у меня в прошлый четверг эвакуировали машину. Серьезно? Да. А ты стоял на такое место? Не-не, я стоял вообще у себя под домом. Ну, кстати, вот без шуток, реально без шуток, у меня машину эвакуировали дважды. За один день? И я, нет, ну, в восемнадцатом году и сейчас. И я вам честно скажу, вот, когда вот приезжаешь вот в это место, где там оплачивают, да, вот там куча этих людей недовольных, вот, эти мрази, забрали мою машину. Я, да, вот, куча сказать, ребят, так, а вы не стояли в неположенном месте? Стояли. Чего жаловаться? Вот я, как человек, дважды пострадавший, ну, как пострадавший от этих мероприятий, двумя руками за, за то, чтобы забирали машины. Ну, выводы что сделал? Или ты уже встретил? Нет, у меня... Правильно я понимаю, ты приехала так прям с цветами? Да, спасибо вам! Я наконец-то понял, осознал! Да, да, ребят, это очень хороший воспитательный момент. И, ну, по-другому никак. Такой дяденька полицейский, спасибо вам! Я больше так не буду! Я все понял, я осознал! Я больше не... Я когда вот приехал в четверг, в пятницу оплачивать штраф, я захожу в этот кабинет на Владимирской, 15, и девушка такая, ну, что там, называйте номер машины, а я говорю, значит, номер машины, говорю, сразу говорю, я все признаю, я стоял в неположенном месте, она говорит, это ж как надо было стать, чтобы вот это прийти, и теперь все признать. Не-не-не, заходит Артем в кабинет, девушка говорит, называйте номер. И Артем ей так свой номер телефона, говорит, нет-нет-нет, мне номер машины! Да, или номер квитанции. Но это тоже. Ребят, слушайте, во-первых, это до 2000 гривен, не такие же большие деньги на фоне коронавируса. Ну, дешевле, чем в клуб сходить, а развлечений сколько? А эмоции какие? Адреналин? Ты сказал, дешевле в клуб, я так реально начал считать. Смотри, ты бы еще туда, еще бы потратил бы и на такси туда, и на такси назад, в клубе отдохнул бы. А, да. А так, правда, хотя я не знаю, конечно, может, на Владимирской, 15, там еще тот клуб, когда забираешь свои... Слушайте, а сколько в клуб, что зайти, там же деньги надо платить. Смотри, как договоришься. Кстати, обратите внимание, какой сексизм. Скажи, что ты на предакционном задании, пресса. Вот смотрите, вот сейчас комментаторы вам напишут, вот этот козлина тут сказал, ботоксные сиськи, туда-сюда. Ребят, а то, что в клубы девушкам ход бесплатный, а парни должны платить, это не сексизм? Ну, если это сексизм, надо начинать с этого. Да пошел сделать все сиськи и ходи бесплатно, что ты начинаешь, прибедяется. Придешь там леди боем, шевелюру распустишь, губки накрасишь, все тебе и коктейли... И коктейлем угостят, если тебе не нравится платить. Да, да, да. Не хочешь сам себя развлекать? Может, еще и свозят потом куда-то, почему бы нет. Ну, слетаешь, да, куда-либо пойдешь. В сказочное Бали, да. В сказочное Бали. В Украине с 1 июля вводится понятие в уголовном кодексе как проступок. Проступок – это новый вид правонарушений, за который возможен штраф, а не уголовное наказание. Но штраф может быть до 17 тысяч гривен, например, за кражу бутылки коньяка в магазине. Проступок. То есть, смотри, на 2 тысячи ты машиной припарковал, на 17 тысячу коньяка можешь попить. Нет, а есть же, кстати, спиртные напитки, кстати, дороже, чем 17 тысяч гривен. Нет, там дороже, по-моему, 200. Леш, ну мы в каких местах не бываем. Нет, нет, это просто к чему я веду, что можно украсть вот такой напиток, а заплатить штраф 17 тысяч гривен. Нет, вообще, ребят, абсолютно правильная, здоровая инициатива, это все делается, чтобы разгрузить правоохранительную и судебную систему. Ты посмотри, коррупционер сидит, приперели. Леша? Он говорит, надо украсть, говорит, напиток подороже, перепродать его и перекрыть еще штраф. Но это знаете, как в 70-х годах в Британии вот верхушка общества, ну, которая нравилась. Левые идеи, они говорили, они это называли освобождение вещи. То есть, они приходили в магазины, например, дорогие магазины, и крали какую-то вещь. Они говорили, а мы освобождаем вещи. Нет, секунду. Вот кого Третьякова цитирует, да, вот эти британские, кто ученый. Нет, ребят, вы знаете, в современном мире для того, чтобы быть освобожденным от любой ответственности, достаточно сказать, что вы поддерживаете вот это движение Black Lives Matter в Штатах. Вы же слышали, как там идеологи этого движения говорят? Говорят, а это не разбои. Это просто забирают то, чего несправедливо эти люди были лишены. Ах, вот оно. Да. Кстати, это на заметку всем нашим активистам. Это ты как юрист говоришь, типа, ребята, если что, заходишь, говоришь, я вот исповедую такие ценности. Нет, а можно сразу, может, такой сертификат белым показываешь? Нет, слушайте, я думаю, что если там в Нью-Йорке это сделать, кстати, вряд ли теперь откроют границы, потому что поймут, что предприимчивые украинцы немножко перекрасятся и поедут, так сказать, отбирать свое. На Гаталину, на Гаталиновой фабрике. В общем, раз ты про Нью-Йорк, тогда у меня новость есть. Нью-Йорк Таймс, это газета, которая там выходит. Теперь приняли новую редакционную политику. Слово Black, то есть черный, будет с большой буквы, а слово White, белый, с маленькой. Да, правильно. Тебе не кажется, это дискриминация теперь в другую сторону? Подожди, они еще не просто с маленькой большой, они еще с жирным шрифтом напишут. Смотри, Кирилл. Или курсивом, представляешь? А если с жирным курсивом, то думаешь? Ребят, смотрите, вот мы все с вами тут разводим смеху и очки, да? Но мы же должны понимать, что эта программа останется в Ютубе. А рано или поздно мы или захотим обратиться за американской визой, или просто туда поехать. Поэтому любые из ситуации до этого счет, естественно, сокращают шансы. Пускай Кирилл об этом шутит, мы его оставим потом здесь, а сами поедем и отставим. Ладно, нас как соучастников просто. Ладно, я буду косить. Это надо, чтобы умысл был. Так с большой буквы пишется латино, азиан-американ и нейтив, то есть коренной народ. Слушай, а мы к кому относимся? Мы к коренному народу. К индейцам? К индейцам. Ну, Коколумб же когда открывал, он думал, что он в Индию плывет. Нет, а на самом деле у них же там есть еще другой интересный нюанс, что вот белых часто еще называют кокэссианс, кавказцы. И в некачественных переводах, если вы помните, там книги художественные 90-х годов, так и писали кавказцы. Серьезно. И многие так писали, там полицию записали кавказцы. Леш, по-другому даже, вот когда там какие-то анкетные данные, особенно раньше, если ты белый, то ты не писал про себя как этнисити белый. Кокейшн, да. Вот именно так это применительно к себе считается максимально корректной формой. Вот некоторые наши сограждане, которые, например, хотели туда поехать, такие смотрят, кавказец. Да, да. Ну, я кавказец. Новость про... Москвичи мы такое никогда не написали. Новость про украинских джигитов. В Киеве, на проспекте Гангадзе, был замечен настоящий рыцарь. Не темный рыцарь, как телеграм-канал, а именно настоящий. А может это, кстати, один и тот же. Вот, у нас есть видео, где рыцарь в трусах, а зато на коне, въехал в супермаркет за покупками. Да. Вот. Самое интересное, что он оказался воспитанный рыцарь, потому что он диктовал свой заказ с порога, сидя на коне, потому что не захотел... Потому что он думал, что это макдрайв. Нет, мне кажется, самое интересное здесь, я ведь масочку. Кирилл, самое интересное здесь, почему в трусах? Леша, потому что он заехал, говорит, мне, пожалуйста, куку-куку. Сейчас нам это видео покажут, потому что оно эпическое. Так, и что он делает? Качество. А, то есть он реально на коне, да? Да. Ну и как древний скип, листармак, труса. Ребята, он немножко похож на мужа Тимошенко. Нет, не похож. Разрешение. Наталья, я отдал. Ну, очень удобный способ, а почему нет? А может, он девушку хотел поразить вечером? Нет, ну, слушайте, мы же движемся в Европу. Приехал за коньяком? Да. Ну, там, с заживательной резинкой и катацептивами. Ну и все, и говорит, мне, пожалуйста, джентльменский набор, и я подскакал, говорит, у меня тут как бы... Ну, кстати, не факт, что лошадь в его понимании не должна была исполнить все дальнейшие роли, поэтому... Кстати, самое интересное, что это все на проспекте Гангадзе. А что у тебя с проспектом Гангадзе? Что он должен быть, как Майн Рид, всадник без головы, какие варианты? Что ты хотел? Литературный район, да, там все улицы так называют. Но, мне кажется... Кстати, возможно, потому что он был без маски, его еще могли не пустить. И лошадь была без противогаза. То есть только это смещала, только это смещала. Знаете, что для лошадей есть специальные противогазы? Мне кажется, что это вообще лошадь должна была быть. Слушайте, а насчет вообще животных и коронавируса, вы слышали, да, что начали выявлять, по-моему, у котиков коронавирус? Это давно было уже. Давно уже. Давно было, да. Но я вам честно скажу, это не я придумал, это было украдено у Александра Невзорова, он очень четко подметил, что, конечно, вот то, что нашли и выявили коронавирус у котиков, может существенно ускорить производство вакцины от коронавируса. Вакцины для котиков? Вообще от коронавируса. Слушай, котики просто борются с мышами. Не-не-не, как Невзоров это объясняет? Он говорит так, что вот люди смотрели на рожи друг друга и думали, ну, в принципе, спешить с производством этой вакцины, ну, смысла никакого. Но! Если коронавирус коснулся котиков, а котиков мы все любим, то нужно как можно быстрее вакцины. Ты понимаешь, что мы за одну программу поговорили и про сиськи, и про котиков. Мне кажется, у нас будет просто мега-мега выпуск с миллионными просмотрами. Ребята, вы сами виноваты. Кстати, я в эфирах политических веду себя гораздо хуже. Я там говорю только о политике. Уважаемый режиссер, пожалуйста, нам в название так и выносят сиськи и котики. Вот мне кажется. Да, пожалуйста. Это этот выпуск. А у вас кто-то вообще говорил в эфире о сиськах и котиках? Ну, только ты пришел. А не принес с тобой. А в жизни мы что, не говорим о сиськах и о котиках? Только о них и говорим. Только о них и говорим. Вся лента в одних сиськах и о котиках. Программа будет более честная. У меня есть новости не про сиськи и не про котиков. Батька. 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 Который Александр Григорьевич Лукашенко пошел в отрыв. Президент Беларуси, который не верит, как и ты, и котики, в коронавирус. Я верю. Засветился на республиканском балу выпускников. Там он послушал Таю Павали. Она, оказывается, еще поет. И станцевал Пидманула Пидвелла. Я думал, он вальс пошел танцовывать. Выпускники же. Ребята, я могу сказать, что, конечно, я у тебя буду танцовать. Давай видео, это интересно. Танцоры над богом, я вам сейчас не скажу. Мне кажется, что танцы со звездами должны просто... Какие допустнички такие упитанные там? На Зеленкова. Сколько они лет выпускаются подряд? Кирилл, а что ты хочешь? Сытая Беларусь. Я думаю, что это их проверяли. Просто это не все агенты в форуме смогли пройти фейс-контроль, чтобы играть выпускников. Ребят, у Лукашенко дела не очень идут хорошо, судя по всему. Потому как мы-то точно знаем, что привлечение Таисии Павали в политических целях еще ни одну политическую силу не доводило до чего-то хорошего. Это звоночек, да? То есть ты считаешь, что это уже какой-то случай? Тут прям уже, ну вот, если вы выбираете... Это карма, это политический карм. Слушайте, а может, батька так, знаете, прощупывает почву, может, он в президенты Украины будет? Там же говорят, что у него дела могут быть не очень хорошо. А в Казахстане, кстати, очень популярны. Ребята, а вы не думаете, что скоро вместо Таи Павали туда Вакарчук поедет и снова опять? Кстати, да, если там появится... А он уже там пел. Артем, если там появится Руслана и Вакарчук, тогда, по-моему, это пора уже на чемоданы. Это верный знак. Да, 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 да. Нет, Руслана должна только появиться перед. Вот тут происходит клуб, а Руслана перед и будет кричать. Она же, помните, говорила, что если что-то такое произойдет, и не удастся, она... В купальнике она призывала, я помню. Да, это уже все делают, как мы делаем. Она говорила, что себя сожжет. И как? Ну, значит, пошло все так, как мы. В купальнике, когда, может, на солнце просто, знаешь, это пантенола помазался, и все хорошо. Слушай, клубы, если не работают, надо в Минск ехать. А что там? Там же выпускники. Ребят, ну там скука. Таи Павали. Смотрите, говорят, там сфера услуг очень слабенькая. Да, там, ну, как это, бедненько, но чистенько, качественно, но не очень. Все в Одессу. Да, все в Одессу. Ребят, во-первых, смотрите, Беларусь и Минск стал меккой для айтишников. Среди вас айтишников нет? Ну, видишь, мы же все здесь. Ну, Кирилл, похоже, очень слабенький. Нет, наверное, что они нас и не смотрят. Ну, скучнее, чем айтишники. Смотрят. У меня муж айтишник. Ну, а, ну все. Ну, скучнее, чем айтишники. А здесь точно есть в приказном порядке. Ну, он должен, подолгу служить. Ладно, про чистенько. А у нас на Прикарпатии не чистенько. Зеленский посетил, скажем так, ряд сел в Прикарпатии, которые затопило, и пообщался с местными жителями. И в одном из сел ему предложили сапоги, потому что он, не знаю, в Брионе приехал или в чем, а там же Грязюка. Есть эта фотография, где вот стоит президент в таких очень замызганных, скажем так, резиновых сапогах. Да, 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 я видел это. На рыбалочку. Вот, сапоги президенту. То есть раньше был кот сапога, хотя и Зеленский. Ну, ребят, конечно, я вам так... Как тебе этот дресс? Смотри. Главное, чтобы мышей ловил. Я вам честно скажу, вот... Грызунов, которые съели у нас все запасы. Ребята, глядя на Владимира Зеленского, мне кажется, что даже если бы его вот просто по пояс опустили там в местную грязь и во все это говно, ему бы все равно там было комфортнее, чем на заседании своей фракции, чем на какой-то там планерке или тучке в офисе президента. Да, да нет, вот просто по факту там присутствовать. Поэтому, мне кажется, ему вот такие мероприятия куда больше подушат. Хотя он выглядел немножко уставшим, казалось, замоченным. После планерки просто был. Ну, ребята, президентская ригма... Это вообще нелегкий клеп. А вы знаете, почему, кстати, сократили возможность пребывания в ночных клубах, в всяких заведениях, чтобы там съезды партии не проводили? Это перед местными выборами. Представляешь, вот съезд партии в клубе, это же нормально. Сейчас же популярная... Это же новый тренд. Ну, еще нормально. Ночной съезд. Смотри, ты близка к истине, ты близка к истине, но просто поняли, что заместители и руководители фракции «Слуга народа» нужно поискать где-то и в другом месте. Слушай, ну, подожди, Богдан тусил в клубах? Тусил. Нифендов тусил в клубах. Ну, пару раз сходил в клубах. Ну, что там? Ну, что там Богдан, он пару раз там сходил и все. По Древу потанцевал, нормально. А ты бы не хотела по Древу потанцевать? Я хотела. Я когда увидел, думаю, блин, а меня-то там не было. Смотрите, все, кто тусил, всех уволили. Да, кстати. Кстати, это, ну, может, они дешево купили билет на выход, кстати, еще неизвестно. Ладно, у нас есть новости о международочке еще. Байден предложил Трампа выяснить на дебатах, кто из них умнее. Ну, это уже смешно. Это будет какое-то шоу-эрудит или что? Байден заявил, где же он заявил, канал Fox News. Я не могу дождаться возможности сравнить мои когнитивные способности с когнитивными способностями человека, против которого я буду бороться. Сам факт, что он это выговорил, мне кажется, это уже достойно президенту. Ребята, я бы с удовольствием с вами сразился в интеллектуальной дуэли, но вижу, вы без оружия. Ребят, я вам тоже, если серьезно, вообще хочу сказать, что нет никакого смысла, ну, Байден очень себя в ловушку большую загнал. Вспомним, ребят, вспомним дебаты Петра Алексеевича и Зеленского. Я вам объясню. Любые дебаты и любая дискуссия. Вот понимаете, вот мы люди, испорченные каким-то образованием, ну, вы в большей степени, я в меньшей, вот мы всегда исходим из того, что дискуссия и дебаты это вот какие-то выдвижения контраргументов, критика позиций, да, употребление более уместных каких-то, да. Извините, тут я хочу добавить. Ребят, любой спор и любой диалог, это задача номер один, это максимально унизить своего собеседника в глазах тех, кто смотрит. Еще ни один спор и ни одни дебаты не заканчивались тем, что кандидат бы сказал, вы знаете, вы меня переубедили за эти два часа. Я меняю позицию, да. Вы знаете, я подумал, давайте вы. Я за вас проголосую, знаете, и все. Да, поэтому то, что Трамп просто на лопатки или там на те остатки каких-то поддерживающих механизмов, которые есть у Байдена, его положит, ну, это сто процентов. И я не исключаю, что Байдену надо присмотреться, кто у него в штабе трамповская крыса, так сказать, кто ему подсунул эту идею, потому что, ну, Байден себе загонит просто в могилу. А ты как думаешь, если вот ты, украинизация американской политики, стадион так стадион будет у них? А чего нет? А чего нет? Анализы сдавать начнут? Смотри, вот. Теннисные, как бы, писать в пробирку. Вот, вы тоже, вот, вы не зрите в корень. Вот, начали про Клитину писать, вот, проститутка, там, куда ее, сиськами. А если мы посмотрим на опыт других стран, не только Италии, а и США, там порно-актрисы выдвигались в Сенат, в Палату представителей. В американская политика. Еще тогда, когда мы, я извиняюсь, мини-юбки не могли решиться разрешить или не разрешить. Я боялся, носили. По этому, вот этот этап со стадионами, со стадионами, там уже прошли и уже, ну, пришли к тому, что, ну, в принципе. Я боюсь, что Байден просто может не дойти до стадиона. Ну, здесь у них с травмом плюс-минус равные шансы. Смотрите, один кандидат в 76 лет, другой в 73. Если они сдадут анализы, то многим... А вы представляете, они же могли друг друга не на интеллектуальную какую-то там баталию вызвать? А кто быстрее пробежит стометровку? Или там, маленький кросс, бег трусцой? Президентские дебаты в США – это самое скучное мероприятие, поскольку оно не включает в себя откровенных оскорблений, употребление матерных слов и, в принципе, озвучивание той информации, которую мы-то знаем, что можно сказать о кандидатах. Ну, смотрите, ну как можно говорить о том, что дебаты Байдена и Трампа будут правильными, если, например, Байден не упрекнет Трампа в том, что он там хотел перетрахать там половину какого-то белого дома? Подожди, слушай, у них будут соревнования, говорит, я фигурировал в секс-скандалах 70-е, а я еще в 80-е. Слушайте, это было досье о том, что якобы, я извиняюсь, Дональд Трамп, невбыдность президента писал на кровати, на которой якобы ночевал Обама. Досье кого? Не Миллера, а кого? Какого-то там, ну, фейковая история. Но, ребят, но как заходило, а? Но как зашла? На это расследование потратили 30 миллионов долларов, вы ничего не на расследовали. Ну, может, это был подарок Трампа Байдена? Ребят, если бы мне поручили это расследование проводить, во-первых, мы бы пришли к тому, что они не только писались, но и какались на этой кровати, и минимум бы в 40 миллионов меньше бы оно нам не обошлось. А может, у него проблемы со здоровьем, никто же не знает, понимаешь? Это же просто по-разному трактовать. Может, это неумышленно? Ну, может быть. Ну, недержание бывает. Смотрите, а с другой стороны, вот Байден же часто, он за тем, что он забывает какие-то вещи, да? Или он оговаривается. Лучше, ну, я... Я забываю, что было пять минут назад. Мне кажется, это было на дебатке, подождите, как в том анекдоте, когда доктор, доктор, меня Иванов стулом кинул, так и вы в него кинете. Говорит, не могу, у меня жидкий. Так и здесь. Вот не получится. Не, просто у Байдена были случаи, когда он забывал, например, перепутал свою жену с сестрой. Ну, это нормально. Перепутывал штат, в котором он находится, с другим штатом. А почему мы это воспринимаем? Главное, главное. Подождите, еще, еще буш-младший... А ты же мой вице-президент? Нет, а ты Трамп. Алексей, еще буш-младший перепутывал Джорджию и штат Джорджия. Это всем известны и факты, и Австралию, и Австралию. Но перепутать президентские выборы с компанией в Сенат, это надо уметь. Подождите, Байден здесь... Байден в политике 70-х годов, он уже на всех должностях побывал. Кстати, это объясняет, почему Кличко 100% будет опять мэром. Ну, расскажи нам, давай. Нет, ну, вот... Ты так решил просто? Вопрос, вопрос. После его слова писька в обращении, как вы считаете, он... Подожди, это сенсация была, спокойно. Ребята, хорошо, вот вопрос для думающих людей. Он этим свой рейтинг понизил или повысил? Стабилизировал, стабилизировал. Секунду, нет, вот с математической точки зрения. А ты что ждал, сичку? Что ты хотел? Нет, секунду, не переводите тему. Он сказал это слово. У него стали больше шансов победить или меньше? Главное, чтобы не уменьшились, ну, с его точки зрения. Понятно. Смотрите, вот вы задумались, да? Вот мы же исходим из того, что вот если там Джорджу назвал не штатом, а страной, то, значит, все, себя понизил в рейтинге, да? А, кстати, муж был очень решительным президентом. А может, таким образом Кличко себе молодую аудиторию подтянул? Я бы вообще наместил его технологов, именно этот кадр бы в ТикТок выложил. Да, да, смотри, Саш, я вот считаю, что вот такими фразами Кличко, более того, вот чем тупее он будет выглядеть, тем киевляне, вот киевляне, вообще странный народ, ну, я приезжий, я понаехавший из Херсона, но киевляне очень странные, вот чем тупее, чем вот тупорыли, чем вообще безобразнее. Вы своего мэра видели, слышишь, херсонец. Херсонец. Вы что начинаете нам тут рассказывать? Я честно скажу, я приезжаю в Херсон, когда... Вот с этими, особенно рекламами последними. Ребят, вообще Херсон это потрясающий южный город. Фантастический. И я вам честно скажу, вот, абсолютно после того, как запустили самолеты в Херсон, приезжаешь в Херсон, вот как за границей, юг, такие люди все налегкие. Но состояние дорог, состояние вообще города, состояние сетей, ну, понимаешь, ну, там, мэрии, конечно же, абсолютно никакой нет. Я не помню даже, кто там мэр, да, но мне что-то кажется, что, ну, вот для Херсона туповатый мэр, ну, наверное, не лучший вариант. Там все же есть над чем работать. Хотя в Киеве все хорошо, все, как бы, ну... Все проблемы решены. Все проблемы. Не, ну, слушайте, комфортный город, да, там, ну, воруют, да, но где не воруют, слушайте, сейчас скажут, что я за Кличка агитирую. Не-не-не, свят, свят, свят. Агитирует, агитирует. Ну, в прошлый раз здесь был на твоем месте Михаил Допкин, сказал, что он Кличко отправит в большой спор, так что есть и такая точка зрения. А Допкин забаллотируется, кстати, тоже в мэры Киева, да. Он у вас на канале об этом сказал, а он нас подтвердил. Ну, слушайте, вот он как Саакашвили. Вот Саакашвили был президентом одной страны и должен быть президентом другой. Так и Допкин. Он был мэром первой столицы Украины и должен стать мэром второй столицы. Ну, должен. А теперь я вам скажу, что британский футбольный клуб Лидс Юнайтед посадил на трибуны вместо зрителей, к которым нельзя ходить на матчи, потому что карантин, картонные фигурки. И одной из них оказалась картонная фигурка Усана Бен Ладена. Посмотри, какая прелесть. Видели? Подожди, там вообще безликий товарищ сидит сзади. Ребят, а я просто футбол не смотрю. Он просто испугался на футбольный врок или... Конечно, конечно. Нет, это, ну, ну да, почти. А идентифицированы остальные участники карантиналета? Нет, он тут, который сзади, он просто понял, что там Бен Ладен и сбежал. Ребят, мне кажется, этого просто идентифицировал Фейсбук на картинке. Говорит, у вас на фото Усама Бен Ладен? Нет, самому Бен Ладену, который вроде бы как бы умер, но сигнализировали. То есть, ну, политика Фейсбука, конечно, есть. Вас отметили на фотографии, да? Да, да, да. Есть такое у тебя? Усама. Да, есть. Бывает. Ну, никогда не совпадает, кстати, да. Слушай, на меня кого только не предл... Серьезно? Я не знаю, я уже не помню, но я помню, вот мы с Сашей перед эфиром общались, я как-то записал интервью с Погребинским, ну, он же такой бородач, я был в этих очках, и кто-то в комментах написал, Гарри Поттер берет интервью у Гэндальфа. А это, кстати, Кирилла называли сейчас-то Гарри Поттером. И ты, подожди, и ты так челочку приподнял, а там молния. Да, да, да. И палочку. Да, а я такой, астром-астром, животные. А ты, подожди, похоже, посмотри. Вы не брать из-за чего? Джимми, Джимми. Мы только очками меняем. Ача, Ача, может, у вас этот какой-то танец сейчас? Знаете, сейчас родимые пятна покажут на ягодице. Брат, брат. Ребят, это вы просто по интеллекту в глазах, наверное, идентифицируете. А вы знаете, кто в новых пиратах Ривского моря будет главным героем? Медуза. Который у нас наставит Джейн Депр. Так вот, не черный, не афроамериканец, не трансгендер. Без рукава надо брать, он кого угодно. Не черный трансгендер, а женщина. Это тоже какой-то... А что тебе зеркало? Выбивается, да? Так вот, сейчас в моде. Черный трансгендер. Это экзотика просто. Женщины. Женщины в Америке. Ну я статистику на Пуркхабе не отслеживал, не знаю, не скажу. Так это прекрасно. Кстати, ну женщин-пиратов, по-моему, не было. Ну вот, теперь буду. Кира Найтли, как ее? Кайра Найтли. Смотрите, фемиатив. Пиратка. Пиратка. Пиратекиня. Пиратеса. 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 Не, ребят, я поддерживаю полностью. Во-первых, Джонни Депп, он там погруз в этих своих скандалах со своими женами. Они его то бьют, то его посылают, еще что-то. Вообще, ну, понимаете, да? Ну, конечно, мужик, вот жиру бесится, да? То, что у них там вводится, высказывает. Что ты хочешь? Да, у нас это может произойти за завтраком, за обедом и к ужину за пицца. Стрелянный воробей. Нормально? Ох, Артем, Артем. Пускай занимается своими бракоразводными. Артем, вот есть еще что-то нам напоследок сказать в передаче? Ты все новости прочитал? Ребят, все заготовочки озвучил. Ну, смотрите, я, как это, наговорил я вам тут уже на несколько проступков. Мы потом половину вырезаем, не переживай. Это без проблем. Именно ту, которая надо, и ту оставим. Ребят, вы же, вы как порядочные люди, предупредили меня, что надо приходить с подарком. Я подарок приготовил, кстати, надеюсь, что это будет от Алаверды с вашей стороны. Я думал, ты просто воспитанный мальчик, что в гости с пустыми руками не ходят, а ты, оказывается, подготовился. Смотрите, я принес вам подарок. Подарок должен быть со смыслом. И вот я, как тоже телевизионщик, могу вам сказать, как вот иногда сложно завлечь в эфир вот того человека, у которого ты хотел бы взять интервью. Так вот, я хочу... А пакетик на Святого Валентина остался, да? Да, где-то я возле дома купил. Я, смотрите. Это с Клитиной? Ребят, да. Я очень хочу, я очень хочу, чтобы... Помнишь, как он там? Прочитал книжку, передай другу, чтобы он тоже сказал, какую книгу он читает. Так вот, я сейчас сижу на этом месте, я очень хочу, чтобы у вас на следующей неделе к вам пришла Александра Клитина. А для того, чтобы она себя чувствовала комфортно, я... Ей сразу так вручить. Честно, я с ней фотографировался, но, признаюсь, я на глаз размер груди... Ну, на у... На у... Я вам больше скажу. А на глаз нет. Но, по идее, я должен был угадать. Явно девушку обижаешь, он еще с пушапом, с вкладышами. Ты что? Она не поместится. Ну, как это? Не придет, не придет. Поэтому, ребят, я... Чтоб она не переживала, что все для нее готово. В крайнем случае, если не придет Клитина, мы ждем близнецов, у нас есть шапочки для близнецов, в крайнем случае. Вот, или масочки тоже. Ну, ребят, ну, как минимум... Обелишка, кстати, неплохая. Такой молодец. Кого ты снял? В хозяйстве пригодится. Да, я нашел. Это секрет. Это секрет. Кого я лишил такого удовольствия? Будем прекращать, как я хотел сказать, прекращать, завершать нашу... Пора сворачивать эту богатильню, да. Вот, а в следующий раз мы вам расскажем, почему во время пандемии коронавируса число миллиардеров в мире резко выросло вместе с их состоянием. Так что не переключайтесь. В следующую субботу в 11.15 на КРТ ждем вас. И спасибо огромному нашему гостю. Спасибо вам, ребят, за приведение. До встречи. До встречи. До встречи.